Бедный мой ребенок, сейчас поедем к врачу. Рассказывай давай, что случилось. Рассказывай. Я играла в футбол. Ксюша еще не знает, сейчас Ксюша в шоке будет с нашим логотипом. Кепочки, да. Все, мы приехали. Сейчас мы посмотрим, какие тут есть зверюшки у нас. Вот что мы Ксюше купим. Тарантула. Они такие милашечки, они вообще миленькие. У них такие узкие, веслоухие. Детки, конфетки. Всем привет, ребята. Девчонки в школе, мы вот только проснулись, да? Проснулись только. Давайте встаем, будем завтракать. Сегодня Ксюша решила потратить свою денюжку, которую ей подарила бабуля на день рождения. Ой, сказала, хочет купить какую-то себе зверушку. Она сказала, что это точно не собачка, не кошечка. Она сказала, мам, я хочу себе зверушку, поэтому сегодня мы поедем в зоомагазин и посмотрим, что же она там хочет купить. Может быть, рыбок, может быть, попугайчика. Я даже, честно, я даже не знаю. Поэтому, ребят, посмотрим. Давай-давай быстрее обувайся, ребят. У нас тут быстрое собрание. Давай-давай обуваться. Это чипс. Ребят, тут позвонили со школы. Мама, это чипс. Да-да-да. Позвонили со школы, мы должны, давай-бывай, быстренько прийти в школу, потому что упала Маргарита. Да. Фух, я уже аж это, у меня аж сердце сейчас выскочит. Она упала и, не знаю, то ли сломала ногу, то ли вывихнула, потому что у нее очень сильно нога опухла. В общем, мне нужно быстро бежать в школу. Так как мне малышей оставить не с кем, мне пришлось их быстренько одевать обувать и бежать. Да, сейчас приедет папа еще с работы. Все. Надеюсь, ничего серьезного. Надеюсь, она просто подвернула, а не поломала. Пойдем быстрее. Не трогай это, положи. Пойдем быстрее. Не знаю. Пойдем, что такое. Пойдем быстрее. Маргарита ждет. Маргарита ждет. Пойдем быстрее. Все, несем нашу Маргариту. Но, вам усаяли. Бедный мой ребенок. Сейчас поедем к врачу. Рассказывай давай, что случилось. Рассказывай. Я играла в футбол. Играла в футбол на улице? Какая обувь у тебя была? Ну, вот эти вот одедашь. Одедашь? Да. И ты подвернула ногу? Угу. И потом не могла ходить? Угу. Угу. А, если не пауза. На паузе, да? Да. Бедный мой ребенок. Они должны сделать снимок и посмотреть. Обязательно. Либо у тебя там вывих. Больно ножку? Папи! Вообще наступать не можешь? Да. Ничего страшного. Сейчас все сделаю у тебя. С ней сделаю снимочек. Посмотрим, что у тебя там. Папи! Эти бланка делала. Так вот, ребятки. Да, ты в кресле сидишь, да? У нас с утра рядом. Мы тут даже не пристегнулись. Нас совсем возле дома. Рядышком врач наш. Заходим, заходим. Быстрее, быстрее, быстрее. Заходим. Нажимаем. Там уже тебя ждут. Правая нога? Правая нога. Они меня ждут. Ну, папа позвонил. Смотрите, какая шишка. Ай-яй-яй. Папа позвонил, тебя ждут уже. Не плачь, зайка. Ножку положи хорошо. Она лежала. Или больно так? Больно так, пускай висит. Смотрите, это мы. чтобы его держать, чтобы его держать. И он держит его лучше. Он сможет. Он может его держать. И теперь мы будем держать его. И мы будем держать его. Так. Ага, это не так. Они тебе дали в аренду? Нет. Училась ходить уже? Неудобно, да? Бедный мой ребенок. Я всегда хотела вот эти вот штучки. Я теперь не хочу. Ты всегда хотела попробовать, а теперь тебе не нравится. Маме, кассета? Там у меня. Ксения в шоке будет. Ксения в шоке будет. Садиться. Заходим. Мам. Мама. Не знаю, что это такое. Это не наше, наверное? Ксюша еще не знает. Сейчас Ксюша в шоке будет. Она не знает, что у меня гипс. Нет, она не знает. Но она же в школе видела, что ты упала? Ну так она же не знает. Она думает, она не знает. Вот так вот. Перелом. Ничего себе. Ты не знала? Нет? Угу. Ты видела, как она упала? Да? Ну вот, теперь у нас будет один. Где больно? Оттуда где. Там передавливает? Да. Давай тогда попробуем снять. Как мы штаны снимем теперь? Я потом могу шорты одеть. Да? Надо же как-то штаны снять. Макс у нас вот подстригается наконец-то. Он не дает подстригаться машинкой. Ему не нравится машинка. Поэтому папа его здесь вручную. Смотри, какой мальчик красивый стал. А? Аккуратненький. А то был весь обросший, как не знаю кто. Постельку я тебе заправлю. Сейчас ты утром забыла заправить. Какая? Где твоя книжка? Я сама не забыла заправить. Да, конечно. Ты сама не будешь. Тебе нельзя на ногу наступать. У меня много книжек. Английскую я, наверное, почитаю. На английском у тебя есть? Да. В библиотеке. Ну, почитай на английском. А почитай. Как дела? Ксюня принесла рюкзачок к Маргарите. Вот такой тяжелый. Маргарита, действительно, что ты там таскаешь? Он килограмм, наверное, я не знаю. Ну, шесть-семь, наверное, весит, если не больше. Нет. Десять. Мама, поставь на зарядку. Спасибо. Она должна учить математику на завтра. На завтра тест? На завтра тест. Вот здесь своя книжка. Здесь у нее тоже дочь. Она все таскает, все с собой. Вот еще мать. Математика. Она должна учиться на завтра. Ты скажи своей подружке, напиши, чтобы она за тобой завтра зашла где-то без десяти. У меня нет. У меня нет. В семь. А, ну я тебе за это заряжу сейчас. Ты просто ей напиши, чтобы она где-то в семь пятьдесят за тобой зашла, а ты дойдешь буквально там за минут десять-пятнадцать и ты дойдешь до школы. Хорошо? Да. А нам тут посылочка приехала. С нашими кепочками. Так. Там несколько цветов заказывали. Черный, белый. Вау! Это желтенькие. Это с нашим логотипом. Да? Кепочки, да. Там розовенькие, по-моему, даже есть. Да. Розовая, красная, черная и желтая. Мама! Угу. А черные мне? Да? Да? А сколько тут штук? Пятьдесят, по-моему, каждая. Так, сейчас мы выправим нормально, чтобы выглядело прилично. Вот такая вот кепочка. Розовенькая. Они, конечно, помятые. Их нужно все распрямить, выпрямить. Так, ну что, я тут пыталась разложить кепочки. Хочу их немножечко так вот друг на друга сложить, чтобы они были такие все смятые и некрасиво смотрелось. В общем, такие вот кепочки желтые. И черные. Вот такие вот черненькие. Еще нужно розовые и красные тоже распаковать, чтобы они вот так вот полежали и форму свою приняли снова. Купа. Идем? Идем. Купа. 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 Ну что, мы поехали уже. А тут давай. 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 Ты на каком языке говоришь, Карелина? Денежку взяла свою? Не забыла? А? Денежку взяла свою? Нет. Нет? Я пойду. Давай. Давай. Так, сейчас посмотрим. А у нас еще и поливают до сих пор. Вот так вот. Почти лето уже. А у нас осень. Так. Все. Мы приехали. Сейчас мы посмотрим, какие тут есть зверюшки у нас. Посмотри, домик для кролика. Собачку? Здесь не продают собачек. К счастью. Угу. Домики. Риморские свинки. Риморские свинки. Это хомячок, да? Голд хамстер. Золотой хамстер. Золотой. 49. 49. Золотой хомячок. Какой ты хочешь? Какой ты хочешь? Слышишь, они постоянно прячутся, их тут не видно. Кто там? Ай, господи, это мышка. Мастик-дорсер. Угу. Там роет морку. Смотри, малыши какие. Угу. Смотри, малыши какие. Смотри, малыши какие. Смотри, малыши какие. Они маленькие еще. Кто там насекался? Угу. 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 У нас такие были? Угу. У нас чуть-чуть попушнее они были почему-то. Слёткие такие. Птичек, пойдем птичек посмотрим. Может быть, птичек возьмешь? Что такой? Такой есть у Яны. Маленький? Ну там не видно вообще. Ну как их потом доставать, если они прячутся вообще? Они здесь внизу прячутся. Смотри. Это что за ерунда такая? Это такая штука. Я хочу закапывать. Они очень любят закапываться. Такого хочешь? Такого. Такое есть. Такое есть. Такое есть. А может птичек? Смотри, какие птички. Сколько стоит птичек? Мама. Вау. Вау, вау, вау. Какие цены. Простой волнистый попугай. Стоит 69. Вот что мы Ксюше купим. Тарантула. Я хочу, но папа и мамы нет. Да я ни за что в жизни такой не куплю. Ты что? Чтобы он где-то дома у нас потом вылез, и мы его искали. Такие домики дорогие. Ксюше даже на домик не хватит. А что, поменьше нет никаких что ли? Зачем он такой огромный? Не спроси. Ну то прям вообще нам просто ставить некуда вот такое вот. Так, выбираем поилочку и для корма, чтобы пить. Ну возьми. Сколько она стоит? Пять. Пять пятьдесят. А это? Еще одна кролика мы взяли одну. Что еще им надо? Да. Угу. Это витамины и с этими они чуть-чуть зубки. Давай. Еще что? Смотри. Нет, вот они бревна. Колесо мы потом купим. Вот бревна. Кусочки бревен. Они такие милашечки. Они вообще миленькие. У них такие ушки. Веслоухие. Он такой прикольненький цветной который. Угу. Такой сладкий. Смотрите, тут еще один есть. У него ушки коротенькие совсем. Эй, привет. Привет, малыш. Ушки совсем коротенькие у тебя. А где вот этот? Не знаю. Может быть забрал кто-то. А нет, может там где-то сидит. Грустит кролик один. Без мамочки. Сейчас нам мальчика достану. Ой, девочку. Точно девочку? Да. Вот он, вот он. Киста. Вот он сладенький. Папа, миракиста. Сейчас достану к нам. Девочку. Какой ты хочешь? Какого? Любиться? Угу. 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 Как дела? Нормально. Нормально? Угу. Посмотрела, видела? Осторожно Ксюша он может прыгнуть. Я знаю он прыгает. А не прыгает? А не прыгает? Да. Угу. Если он выпрыгнет, то ты потом его не поймаешь. Он куда-нибудь в щель забьется и все. Не найдешь его. Ну и все. Ребят, девчонки сегодня сняли, как они домик строили для хомячка. Поэтому видео новое выйдет, как они там все собирали, устраивали. Нога чешется уже. А хомячок наш сейчас спит. Не выходит из домика. Ну да, наверное, спит. Сейчас вы заснете, она проснется и выйдет. Маргарита собралась в школу завтра идти. Сумасшедшая. Завтра у нее тест, и она говорит, я не хочу пропускать тест, я пойду в школу. Вообще-то врач сказал, что сегодня она целый день дома сидит, а в принципе с завтрашнего дня она может идти в школу. Поэтому запретов никаких не было. Придет за тобой завтра подружка? Да. Значит, ты должна завтра рано и раньше встать, чтобы быстренько собраться и пораньше выйти. Все? Давайте. Ну все, ребятки, мы спать. Доброе утро. Всем пока. Успокойся, оставь покой, хомяка. Все, оставь покой его. Ее. Все, пока.